Здравствуйте! Вы смотрите программу «Будем здоровы» и с вами я, Наталья Войтюх. Артериальная гипертензия – заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором систолическое и диастолическое давление крови в артериях выше, чем 139 на 89. Соответственно, состояние стабильно повышенного артериального давления называется гипертония. И она, можно сказать, главная причина смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По последним данным, с повышенным давлением на учете в нашей области стоит порядка 100 тысяч человек. И это только те, кто страдает чистой артериальной гипертензией, без осложнений и сопутствующих заболеваний. До 50 лет болеют 1 из 10 человек. После количество увеличивается в 5 раз. Достаточно серьезные показатели для того, чтобы задуматься и не допустить развития артериальной гипертензии. Тихий убийца – так называют артериальную гипертензию. И в большей мере это определение касается бессимптомного повышения давления. Многие люди живут даже не подозревая, что у них есть проблема. Мы уже получаем продукт, либо это наследственно предрасположенный с какими-то минимальными проявлениями, либо это приобретенный за счет факторов риска, которыми человек до определенного возраста злоупотреблял или пренепрегал. Такими как курение прежде всего, злоупотребление алкогольными напитками, ожирение, гипотиномия. На сегодняшний день синдром хронического стресса является также одним из основных причин. Способствовать развитию артериальной гипертензии может наследственность, ожирение, сахарный диабет. Человек, в жизни которого присутствуют эти факторы, должен постоянно контролировать давление. Еще одна группа риска – люди, достигшие 50 лет. И если давление превышает норму, а симптомов никаких нет, это не повод для бездействия. Как еще пациенты или просто люди оценят, ну, у меня нормальное мое давление – 150 на 90. Это уже патология, это уже ненормальное. Нормальное давление считается 120 на 80 до 140. Все, что выше 140 на 90, это считается уже патологией, которую нужно контролировать. Нужно постоянно заниматься профилактикой и принимать соответствующие лекарственные средства. Сегодня есть препараты, которые не только снижают артериальное давление, но и не допускают его подъема. Главное – обратиться к специалисту, который подберет правильное лечение в зависимости от степени тяжести заболевания и особенностей его течения. У нас имеется весь арсенал не только препаратов монотерапии, ну, если необходимо, и препаратов комбинированной терапии, когда пациенту очень удобно, это утром достаточно принимать таблетку, которая, если это комбинация, и пациент спокоен в том, что у него не разовьется, не повысится артериальное давление, и при различных нагрузках эти цифры не будут способствовать к развитию каких-либо осложнений. Такие тяжелые, опасные заболевания, как ишемический инсульт или другое острое нарушение мозгового кровообращения, другое теология, либо это инфаркт миокарда и масса-масса осложнений, которые влечет за собой артериальная гипертензия. Если артериальную гипертензию диагностировать своевременно, то можно обойтись и немедикаментозными методами лечения. Диеты с низким содержанием употребления соли, с низким содержанием употребления жирных продуктов, для того, чтобы снизить массу тела, по ведению здорового образа жизни, то есть это целый комплекс мероприятий. Просто нужно понять всем, что этим заниматься нужно, и нет такого понятия, что для меня это нормально. Может быть хорошее самочувствие, но абсолютно не значит, что организм работает в адекватном нормальном режиме, и это не приведет через год, через два, через пять, кому как повезет, к каким-либо серьезным осложнениям. При отсутствии адекватного лечения или необоснованном прерывании приема лекарственных препаратов у больного может наступить гипертонический криз. В этом случае необходимо применить экстренные меры по снижению давления и вызвать скорую медицинскую помощь. Хочу заметить, что рекомендуется снижение при кризах давления не более 20% от исходного. Это не значит, что при давлении 180 нужно стремиться снизить его до нормальных цифр. Это вредно организму, потому что разникает симптоматическая ишемия мозга при резком снижении давления. При необходимости больной с гипертоническим кризом госпитализируется. В ином случае продолжает наблюдение у врача и проходит полное обследование органов и систем. Есть у населения все возможности, что касается здравоохранения, контролировать и держать в рамках свое состояние. Повторюсь, вопрос только в том, чтобы у всех была мотивация это делать. А мотивация одна – счастливая, здоровая жизнь, качество жизни удовлетворительное, чтобы можно было действительно радоваться весне, радоваться детям и приносить тоже своим присутствием в жизни окружающим только радость, а не проблемы. Думаю, несложно осознать всю серьезность данного заболевания. И даже если ваше артериальное давление уже превзошло критическую норму, необходимо регулярно контролировать ситуацию, систематически измеряя давление и принимая назначенные врачом препараты. И никакого самолечения. Это крайне опасно. Далее в нашей программе мы поговорим о проблеме, которая наверняка волнует многих родителей – нарушение стула у ребенка. Регулярный с хорошей консистенцией стул – один из важнейших показателей здоровья ребенка и нормального функционирования растущего организма. Однако не так редко стул нарушается, в частности, становится жидким. Причины, которые приводят к этому, могут быть самые разнообразные. Начиная от дефектов вскармливания ребенка, введения большого количества соков, молока, раннее введение прикормов, большие объемы пищи. Все это более характерно для детей младшего возраста. Это могут быть какие-то наследственные нарушения обмена веществ, нарушения усвоения пищи. Это могут быть введения, получения лекарства ребенком, чаще всего антибактериальная терапия, которая вызывает дисбактериозы. Это могут быть глистные инвазии. Причин много, но чаще всего к расстройству стула приводят вирусные, характерные для холодной поры года, и бактериальные кишечные инфекции, для которых благоприятна теплая пора. Кроме стула могут быть изменения такие, как рвота. Рвота может быть однократная, двукратная и многократная неукротимая рвота. Может быть повышение температуры от невысоких цифр 37-37,5 до высоких 39,40. Боли в животе, которые у маленьких детей проявляются криками, беспокойство. Ну и естественно сам стул. Мы определяем стул по внешнему виду, цвет стула, обычный цвет стул, необычный с зеленью, вплоть до болотной тины, как при дизентерии. Консистенция стула, кашицеобразный, водянистый стул и патологические примеси. Это может быть частица непереваренной пищи, это может быть кровь, слизь, калия. Для ребенка первого года жизни стул до 4-6 раз в сутки является нормой, если в целом самочувствие малыша хорошее. Для старших детей 3-4 раза. В противном случае необходимо обратиться к врачу и выяснить причину нарушений. Опасность расстройств стула в обезвоживании организма. То есть с каждым стулом выводится до 50-100 грамм жидкости у ребенка младшего возраста и 100-200 миллилитров жидкости у старшего возраста детей. Поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо коррегировать питьевой режим ребенку и, соответственно, диету. Диета в данном случае исключается продукты, способствующие усилению перистальтики кишечника. Это соки, овощи, фрукты и молоко, молочные продукты. Так как в период расстройства стула нарушается усвоение молочного сахара лактозы. Маленьким детям мы предлагаем перейти на безмолочные смеси. Есть такие низколактозные и безлактозные. Ну, а детям старшего возраста просто убрать молочные продукты. И питьевой режим. То есть увеличивается объем жидкости, соответственно, то, что теряется с расстройством стула. Объем жидкости увеличивается за счет просто воды. Или, может быть, лучше какая-то водичка будет обогащенная микро-макроэлементами, которые теряются вместе со стулом. Это бутилированные питьевые воды для детей. Это может быть сладкий компот из сухофруктов, чай. Также используются препараты, обогащенные микро-макроэлементами, такие как регидрон, гастролит, оролит. Кстати говоря, вода не только восполняет утерянную жидкость, но и очищает организм от патогенной флоры, что очень важно. Эмодиум, лаперамид, они, в принципе, не даются при вирусных кишечных инфекциях, потому что это способствует интоксикации. За счет того, что это все сохраняется, не выводится из организма все эти токсические вещества, вирусы и микробы. Их токсины. Кроме того, неправильное или незавершенное лечение может привести к хроническому бактериологическому носительству. А это значит, при малейших неблагоприятных факторах инфекция будет пробуждаться. А при ослаблении иммунитета поражать не только пищеварительный тракт, а и другие органы и системы. Не стоит забывать и о том, что такой больной ребенок является источником инфицирования здоровых детей и взрослых тоже. Ведь многие инфекции передаются воздушно-капельным путем. Значит, основные пути передачи при кишечных инфекции – это фекально-оральные, то есть грязные руки, грязные игрушки, соски, немытые или недостаточно хорошо промытые овощи и фрукты. Это купание в грязных водоемах, в которых запрещено купаться. Ну, у детей эта игра, конечно, в песочницах, в песочке. Несоблюдение личной гигиены. То есть мытье рук почаще себе, ребенку. Мытье – все, что контактирует и что ребенок несет в рот. Это нарушение сроков хранения и условий хранения продуктов. Ну, соответственно, и профилактика отсюда – это мытье рук, мытье сосок, игрушек, соблюдение личной гигиены, отдельные ложки, кружки, полотенца. Однако переусердствовать в соблюдении гигиены тоже не надо. Чрезмерное использование химических средств и чересчур стерильные условия на ребенке также могут отразиться не лучшим образом. Не забывайте, что наиболее благоприятные условия для кишечных инфекций создаются в жаркую погоду. Поэтому не храните готовую пищу при комнатной температуре более двух часов и покупайте проверенные продукты в соответствующих местах, обращая внимание на срок хранения. А мы продолжаем. В Брестской стоматологической поликлинике на Гаврилово освоена новая методика протезирования – дентальная имплантация. Насколько доступна данная стоматологическая услуга и каковы ее преимущества – узнаем прямо сейчас. Владимир в свои молодые годы уже потерял два жевательных зуба. Чтобы в дальнейшем не возникло еще больше проблем, решил сразу поставить искусственные. Свой выбор остановил на новом методе протезирования – дентальной имплантации, который недавно внедрили в филиале номер два Брестская стоматологическая поликлиника. По ценам очень даже доступно. Качество материалов, а также ведь работающий персонал на высшем уровне. Метод дентальной имплантации совмещает хирургическую и ортопедическую стоматологию. Сначала в костную ткань челюсти вживляется искусственный имитатор корня зуба. Затем устанавливается сам зуб. Эта передовая методика не панацея, но имеет очевидное преимущество перед другими видами протезирования. Не нужно вовлекать в конструкцию соседние зубы, которые часто являются интактными, то есть не пораженными ни кариесом, ничем, то есть не абсолютно здоровым. Но для того, чтобы сделать наставидный протез, их нужно подвергнуть какой-то абразивной обработке, для того, чтобы на них одеть коронки. Либо же раньше делалась съемная конструкция, в народе называют бабочками, что не всегда удобно. Процедура имплантации несложная и не занимает много времени. Пациент находится в кресле у стоматолога-хирурга, не больше, чем у стоматолога-терапевта при постановке плома. Манипуляция абсолютно безболезненная, проводится под местной анестезией, естественно, с хорошим анестетиком. В целом же от первого прихода к врачу и до установки зуба проходит немало времени, чтобы получить качественный результат, необходимо набраться терпения. Начинается все с тщательного обследования пациента и определения клинической картины во рту. После обследования пациент, если все хорошо, назначается планово на операцию, приходит к нам, садится в кресло, делается операция, все зашивается, пациент через неделю снимает швы. Дальше, в зависимости от того, на какой челюсти были поставлены имплантаты, выжидается время, то есть от 3 до 6 месяцев, следующим этапом является установка формирователя Дисны, опять-таки посещение хирурга-стоматолога, 10-15 минут в кресле. И через 3-4 недели он дальше идет к ортопеду, ортопед в зависимости от спланированной конструкции, тоже недельки 3, и пациент уходит к готовым зубам. Импланты удобно использовать при протезировании в случае полного отсутствия зубов. К сожалению, при некоторых диагнозах данная методика противопоказана. А еще есть мнение, что импланты в скором времени расшатываются или вовсе отторгаются организмом. Исследования показывают, что вероятность такого развития событий очень мала. В 98% случаев процедура заканчивается успешно. Импланты изготавливаются из биологически инертного материала, то есть там сплавы титана. Они максимально адаптированы под интеграцию костной ткани, как механическая их структура на макроуровне, так и на микроуровне. То есть поверхность абсолютно адаптирована к костной ткани. На данный момент существуют пациенты, которым имплантаты устанавливались более двух десятков лет назад, они на них ходят с ними. Так что зубы, поставленные методом дентальной имплантации, еще и долговечны, если правильно соблюдать гигиену полости рта. А в случае повреждений наружной керамической конструкции ее легко заменить. Кстати, на сегодняшний день данный вид протезирования не намного дороже привычных нам коронок. В Брестской стоматологической поликлинике на Гаврилово вам помогут выбрать максимально приемлемый вариант по доступной цене. Кстати, в этом году филиал номер два Брестская стоматологическая поликлиника отмечает юбилей 25 лет. Творческая группа программы «От всей души» поздравляет коллектив с замечательной датой. Желаем вам дальнейшего развития, профессионального роста, а каждому работнику учреждения в первую очередь здоровья и как можно больше благодарных пациентов. На этом все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин